Сегодня я хотел бы почитать книжку «Занимательный Мюнхгаузен». Вот она у меня в руках. Эту книжку написал много веков назад немецкий писатель Эрих Распе. В 1927 году на русский язык эту книжку перевел и пересказал наш великий сказочник дедушка Корнея Чайковский. В 1994 году мне попалась эта книжка в руки, и я решил ее проиллюстрировать. Я ее проиллюстрировал с большим удовольствием. Даже где-то я поучаствовал как соавтор Эриха Распе и Корнея Чайковского. Дописал одну часть, потому что эта книжка состоит из трех частей. Мюнхгаузен жил, Мюнхгаузен жив, Мюнхгаузен будет жить. Так вот, первую часть биографическую написал я. Без ложной скромности, конечно, примазал свое имя к великим писателям. Но, тем не менее, так получилось, что у книжки три автора. Книжка еще носит под заголовок «Пособие для начинающих баронов в трех частях». Итак, давайте начнем читать эту замечательную книжку, которая любима многими поколениями. Прадедушек, дедушек, отцов, внуков, правнуков, праправнуков, ну и также и бабушек, правнучек. Первое путешествие на Луну. К счастью, я вспомнил, что в Турции есть такой огородный овощ, который растет очень быстро и порою дорастает до самого неба. Это турецкие бобы. Ни минуты, ни медля я посадил в землю один из таких бобов, и он тотчас же начал расти. Он рос все выше и выше, и вскоре дотянулся до Луны. «Ура!» – воскликнул я и полез по стеблю вверх. Через час я учтился на Луне. Нелегко мне было найти на Луне серебряный свой топорик. Луна серебряная и топорик серебряный. Серебра на серебре не видно. Но в конце концов я все же отыскал мой топорик на куче гнилой соломы. Я с радостью засунул его за пояс и хотел спуститься вниз на землю. Но не тут-то было. Солнце высушило мой бобовый стебелек, и он рассыпался на мелкие части. Увидев это, я чуть не заплакал от горя. «Что делать? Что делать?» «Неужели мне никогда не вернуться на землю?» «Неужели так и останусь всю жизнь на этой постылой Луне?» «О, нет! Ни за что!» Я подбежал к соломе и начал ввить из нее веревку. Веревка вышла недлинная, но что за беда? Я начал спускаться по ней. Одной рукой я скользил по веревке, а другой держал топорик. Но скоро веревка кончилась, и я повис в воздухе между небом и землей. Это было ужасно, но я не растерялся. Недолго думая, я схватил топорик и, крепко взявшись за нижний конец веревки, отрубил ее в верхний конец и привязал к нижнему. Это дало мне возможность спуститься ниже к земле. Но все же до земли было далеко. Много раз приходилось мне отрубать верхнюю половину веревки и привязывать ее к нижнему. Наконец я спустился так низко, что мог рассмотреть городские дома и дворцы. До земли оставалось всего три или четыре мили. И вдруг, о ужас, веревка оборвалась. Я грохнулся на землю с такой силой, что пробил яму глубиную по крайней мере в полмили. Придя в себя, я долго не знал, как мне выкарабкаться из этой глубокой ямы. Целый день я не ел, не пил, я все думал и думал. И, наконец, додумался. Выкопал ногтями ступеньки и по этой лестнице взобрался на поверхность земли. О, Мюнхгаузен нигде не пропадет.